Привет, мои хорошие! И все же мы вышли на улицу. На улице все подсохло, стало тепло. Я присела сюда, а тут, как видите, тут как тут, вот это вот чудо. Вот это лохматое чудо. И все уже тут, как тут, у меня на коленях. Вот он лежал на кресле отдельно, на подушечке, спал. Как только я пришла, села, посидеть, попить кофе в беседке, он тут, как тут, у меня уже на коленях. И вот разглядывает, что же где творится. Гладьте его. А он будет сидеть тут балдеть. Так, и Максим взял, перевернул тоже подушку. Говорит, чтоб Шмяку было удобно там лежать. Не надо, положи эту подушку, так как она лежала. Не надо ему на подушку. Не надо, Максим, Шмяку лежать на моей подушке. Пусть он так ложится. Грабли? Да. А где ты, там, где ты их ложил? Ты же положил их куда? На кирпичи. Маленькие грабли. Маленькие грабли? Да. Которыми я вчера траву вырывала. Траву вырывала? Там, где, на кирпичи за домом. Там же ты положил их. За домом? Там, где твой стол стоит, вон, с игрушками. И там чуть дальше. Ты что? С памятью твоей что-то стало? Тихо-тихо у нас. Склады сегодня не работают. Выходной. С утра не работали. У нас сейчас тихо. А что ты собираешься делать? Не надо. В водоем лазить не надо. Не надо водоем лазить. Вот послезавтра пенсию получу. Пойду куплю клеенку. Вот тогда мы заправим водоем и зальем водичку. Как будто голова наверху ли висит. У кого? Ты о чем это говоришь? В водоеме. Говоришь ты ерунду какую-то, Максюшка. Супчик я уже сварила с фаркадельками. Фарш мой разморозился. Поэтому мы сейчас немножко поиграем. Надоело дома уже сидеть. Я видео снимала. Потом Максим мультики смотрел. Надоело сидеть дома. Говорю, пойдем мы. Тепло. Тепло, хорошо и тихо. И тихо. Ну, немножечко, немножечко. Вот так вот. Видите, ветерок маленький такой вот есть. А так вообще очень хорошо. Шмяк ворванул и прыгнул у меня на грядку. Думаю, что же он ловит? А это там птичка сидела. Хорошо птичка улетела. Ловит птичек и лопает их. Где странец этот? А? Вот мышей он не ест. С мышкой он только поиграет. А птичек, если ловит, то он их лопает. Я когда это вижу, я всегда тогда птичку прогоняю. Птичку поймать не удалось. Вернулся обиженный. Обиженный вернулся. И пришел, сел на кресло, начал намываться. А, шмяча. А, шмяча. Чистюля. Чистюля. О, уже чистюля. Выгревзает, вычищает. Он сейчас линяет. Прямо шерсти от него клоками вываливаются. На лето меняет свою шубку, чтобы немножко было полегче. Не так ему было жарко. Пристроился он теперь. Вот стоят два кресла, нет? Чтоб на голом спать, нет. Вот он сам укладывается, а голову ложит на подушечку. Да, шмячоньку. Да, про тебя говорю, мой чистюля, мой красавчик. Ореша говорит, ночью дождь пошел, как полился. Ореха побежала его искать, домой принесла. Вот. Не заснем, пока шмяка не будет дома. Вот так вот, знаете, не могу, вот я и я не могу заснуть, пока кот не придет домой. А он теперь гулять может очень поздно. И я вот так вот, Ариша может заснуть, а я потом все не сплю. Ну, пришел шмяк, ну, пришел, открываю дверь, зову. Потом пойду, заберу его. Может сидеть на столе здесь. Вчера вот только стол вымыла, сидела здесь. Сегодня выхожу, опять все это самое, опять грязный. Вот, вот частюлька мой. А я, девчонки, уже босиком на улице. Вот. Ну, мои любимые когда-то были туфельки. Теперь, конечно, они страшненькие. Нет, ну, я так не хожу, конечно, в люди. На это самое. Куда-то выхожу я еще одеваю носки. Капроновые, конечно. Я всю зиму в сапоге ношу капроновые носки. Даже кто-то мне из подписчиц моих, не буду говорить, кто это самое, присылал. В посылочке мне прислали много носочков капроновых. Большое вам за это спасибо. Вот. Я вот во дворе, я уже так, на босые ноги одела туфли. Тепло. Вы знаете, так тепло сегодня, хорошо. Любимые мои были туфельки когда-то. Да, кто-то мне там советует новое платье вот это вот рыжее. Просто танкетку такую высокую. Девочки, не ношу я уже давно танкетки. Очень давно. Вот моя самая большая танкетка. Это вот такая вот подошва. И в шлепанцах, в босоножках, в туфлях. Все. Что-то у меня там туфель, что, совсем уже начал рваться? Да. Ну, разорвутся, выбросим вон, возьмем что-нибудь другое уличное. Потому что туфли вот так вот носятся, носятся. Потом покупаются новые, старые уходят вот так вот во дворе ходить. И потом уже, конечно, в мусорницу. Орешка мне сейчас сланцы заказала. Говорит, садовода привозят. Мы уже заказывали. И она костюмы себе заказывала спортивные. Вот, а это самое. А тут сбросила мне фотку, что сланцы теперь привезут. Ну, я говорю, не знаю. Она говорит, ну, все равно, что когда-нибудь поедешь. И они тебе пригодятся. Так что вот 5 рублей сланцы стоят. И рубль пересылка. Там теперь они как-то не везут, а кучтой. Очень красивый кулич. Очень красивый кулич. Вот, и это самое, посылкой будут пересылать с Москвы. Как, не знаю, как это будет. Но, во всяком случае, новые исландцы я уже себе... Ну что, рушить? ...прикуплю. Ну, как хочешь. Хочешь, руши. Руши. Рушь. Так что вот так вот, мои дорогие. Еду-не еду, а потихоньку то одно, то другое, что-нибудь прикупаю себе. Свеженькое, новенькое. Какое красивое небо сегодня. И птички поют. Слышите, как красиво. Слышите, как красиво. Продолжение следует...